Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семен на чемоданах. С вами я, Славян. Мы сегодня отправляемся с этого прекрасного места. Будем собираться и уезжать в новый город, который называется Мармарис. Традиционно утром собрались у нас уже все оставшиеся дети, которые здесь есть. Мы насыпали им хлопья, чтобы они позавтракали. Настенька тренируется быть очень многодетной женщиной. Да? Да, я, я. Сегодня еще нужно решить ряд вопросов, например, с компьютером, например, с головой и так далее и тому подобное. Планируем снять квартиру, поэтому сегодня будет максимально интересно. Так что ставьте лайки, пишите комментарии и погнали в новый выпуск. Я уже начинаю сборы, а Влад решил переехать. Переезжает он очень интересным способом. Видали такую люку? Кто-то на пульте управления машинки грузчиной катает, а Влад настоящий дом. Вот так вот. Ты до Москвы так сможешь доехать? До Москвы доедешь так? Ну так, перебежь к нам. Пока Наташка там такая, так, поедем. Следующая станция Москва. Едем-едем, выскочила ошибка, но проверьте колеса. Видимо, немножко подспустило колесо, надо сейчас заехать куда-нибудь, подкачаться. Так, мы ехали, значит, оказывается по платной дороге. Посмотрите, здесь получается вот так вот выглядит пункт взымания платы. У меня нет никаких типа этих, как они называются, транспондеров, транспортеров. Так, здесь автобусы. Но нет никаких обозначений, типа, знаете, как у нас на платных. Типа там идут грузовые, тут идут по автоматике, тут за плату. Сейчас посмотрим, сколько стоила нам эта платная дорога. Интересно. Так-так-так, так-так-так. Миробам. Миробам. Ааа, how much? Ара-такамни. Онбиш, пик beş? Онбиш. Окей. Тенки вымич. Стоимость проезда 15 турецких лир составила. Вот мне кажется, что вот это колесо подспущено. Сейчас проверим, везде давление. Так, на бипишку заехали. Здесь стоят вот эти аппараты. Опа. Ну все, теперь можно двигаться дальше. Ну, коль мы переезжаем, давайте я вам покажу немножко дорогу. Прекрасные серпантины в Турции. Ха-ха, посмотрите, как мы высоко. Здесь, кстати, смотрите, деревья желтенькие появились. Видимо, здесь осень наступает на пятки. На самом деле здесь чуть-чуть попрохладнее в горах. 21 градус сейчас пишет и помошение. И вот указатель на Марморис и дача. Город дача считается вообще самым лучшим в Турции. Его любят все, и местные, и приезжие. Короче, там говорят очень круто. Ну, а мы, естественно, это проверим. Съездим обязательно туда. Там еще можно отправиться на пароме в Бодру. Что тоже очень хотим сделать. Так что вы, если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. На колокольчик нажмите, чтобы ничего не пропустить. А еще рекомендую подписаться на все наши соцсети. Это группа во ВКонтакте, это наши инсты, это наши телеграммы и Яндекс Дзен. Выпуски на ютубе выходят всегда с задержкой. А там вы можете с нами путешествовать прям онлайн. Там быстро мы выкладываем все, где мы находимся в виде вертикальных типа сторисов. Ссылки есть все в описании. Хочу вам показать, как здесь стоят полицейские, когда ты пересекаешь какую-то определенную область. Например, здесь мы заезжаем в область Мугла, называется. Так, сейчас камеру все-таки уберу. Что-то они здесь такие серьезные ребята. Ага. Блин, меня, короче, один остановил. Говорит, давай заезжай, я останавливаюсь. Второй машет, типа, едь дальше. Я ему показываю, типа, ну, а как, типа. И второй подходит мне, говорит, ладно, типа, езжай. Но, видите, русские номера никак не останавливают. Но в целом, вы поняли, да, это прям вот такой пункт. Они делают такое сужение и стоят у них прям так усиленно. На каждом посту там с автоматами стоят. Вот. Но они в основном проверяют своих. Мы уже подъезжаем к Марморису. Здесь даже есть, посмотрите, вот такая вот табличка. Марморис Мили парки. Национальный парк здесь начинается. Здесь есть очень классная смотровая площадка на весь город. И мы специально остановились. Сейчас все вместе пойдем туда, чтобы посмотреть, сделать классные фоточки, которые вы все сможете увидеть в телеграм-каналах наших, либо на Яндекс.Зене. Также в группе во ВКонтакте. И сейчас видео, конечно, я вам покажу, как это выглядит все. Ой, сколько машин стало приезжать сюда. Прям все-все-все заезжают. Видимо, здесь такая основная и классная локация. Сейчас не видно. Сейчас подойдем, будет все видно. Ну вот, мы собрались. Пойдемте смотреть на эти шикарные виды на город Марморис. С высоты не знаю какой, но точно с высокой. Вот, пожалуйста, смотрите, все видно. Смотровая площадочка оборудована специальными такими перилами. Сделано, конечно, прикольно. Сейк, но к тассе... Ох, красота. Да, пойдемте на этот балкон. Видишь, здесь сидят фотографии, здесь все красиво так. Вау! Красота. Вот весь город как на ладони. Сейчас будем спускаться куда-то туда, в центр. И где-то там должны мы отдать компьютер, где-то там должны снять жилье. Красотища. Как и смотровая, пишите в комментах. Ветерок здесь достаточно прохладный дует с моря. Ну, собственно, листочки желтенькие мы уже видели. Возможно, здесь просто такая уже осень начинается. Все-таки это уже не юг, а запад Турции. Поэтому здесь, возможно, чуть попрохладнее. Но все равно лето. Мы по-прежнему в шортах, в футболках. И сейчас на самом деле 23-24 градуса. Это прям самая комфортная температура для путешествий. Только заехали мы в Марморисе. Сразу здесь так красиво. Между дорогами вот эти красивейшие пальмы такие жирные. Посмотрите, жирненькие. Брусчаточка. Тепло. Малоэтажные постройки. Типа, знаете, похожие на гостевые домики. Красиво. Мы решили купить еду. И сразу здесь такая палаточка. Огурцы 18, гранат 12, помидоры по 17. Вот по 20 помидоров, перчик по 20. Клубничка здесь по 60, лимоны по 15. Какие-то... А, брокколи по 20 лир. Так, а тыква? Тыква по 15. Идем купить шауромихи. Купим тыкву и свалим супчик сейчас. А, серьезно? Сейчас, а в квартире надо полный. Здесь вокруг прошлись. Много чего закрыто. Видимо, сезон не закончился. Почти во всех заведениях есть меню на русском языке. Но стоимость, конечно... Ого-го! Ну типа макароны стоят 150. Ну типа паста. 150 лир. Это много, очень много. Здесь, пока здесь прям самые высокие цены. Вот где мы не были только. Зашли вот сюда, вот в местное вот такое заведение. Безимпидэферини называется. Здесь пидешки по 40 лир. Ну стандартная цена. Вот будем так сидеть, кушать. Ну пидешечка это... Это всегда очень вкусно. Мы сейчас идем уже в машину. Дядька моет машину. В итоге зовет Мирошку. Помыл ему ручки. Помыл ему ротик. Такая забота бешеная. Приехали мы к чуваку. Сейчас мне нужно ему отстегнуть денег. Так что берем стопочку лир и считаем. Собственно, сам компьютер этот стоит 6500. И мы договорились на 4500. А еще он мне дал провод HDMI. Мы проверили, что можно подключиться к телеку. И надеюсь, получится поработать. Сейчас едем смотреть-снимать квартиру на время, пока будет делаться компьютер. И самое что печально, я думал, что у меня получится сделать ему перевод через ПТТ. Но он сказал, нет, мне типа нужны наличные. Поэтому, собственно, сейчас немножко усложняется все, потому что я почти последнее отдал. Мы вот так вот припарковали. Здесь какая-то река течет. Здесь такая задница с парковками. Учитывая, что вот эта квартира находится, прям, можно сказать, на набережной, на второй линии. Сейчас покажу дом. Здесь парковок просто нету. Вот так здесь все ставят машины. И видите, вот я ездил, ездил. Минут 10, наверное, наворачивал круги, ничего не нашел. Да, в итоге уехал вообще в какой-то другой район. Сейчас вот пешочком пойдем. Радует одно то, что здесь такие... Что здесь, на этом районе, мы вот видели сейчас местную кафешку, где супы всего лишь, например, по 15 лигров. Вот таких цен мы тоже не видели нигде. Прям с улицы вот такая вот у нас парадная, короче. Пуру-пуру-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, лифта нету. И у нас получается какой-то там третий этаж. Неплохое начало. Вот такие здесь леченые, лестничные группы. Да, у нас еще ручка в самом низу. Вот вход. Возвращаемся с ничем. Почему? Потому что мы слыханулись с деньгами. Была только наличка, получается, как бы на ремонт. Но я думал, что договорюсь с ним и переведу ему на карту. В итоге он говорит, нет, нужен кэш. Эти не хотят. То есть мы договорились на неделю. А в итоге они говорят, нет, типа, вы должны оплатить сразу всю сумму на неделю, как вы-то договаривались. Иначе, типа, нам тогда неинтересно, короче. Я такой, ну, ё-о-о, простая. Ну, в итоге нам отказали, значит, мы идем дальше. Вообще, правда, в общем, у нас с карты не работают. Да, да. Мы не знаем, что BNB отлатить сразу. Вот, и вся, кстати, вот. И они сразу хотят больше дней и сразу хотят больше сумму все. А вот это, блин, это жесткая проблема для нас, россиян, у кого карты российские. Да. И, кстати, ребята, которые оформили турецкие карты, они говорят, все равно BNB не может принимать оплату с этих карт, кстати, вчера сказали. Ну, вот. Так что вообще замкнутый круг какой-то. Ну, я надеюсь, что все люди, которые так отказывают, они потеряют больше. Ну, немножко грустно, потому что квартирка-то ничего. Сейчас вот фотки вам приложу, там ничего не снимал. Ну, увы. Значит, едем дальше. А вообще, вот, получается, сам дом. Вот мы вышли из подъезда и попадаем на центральную набережную. Ну, вот вообще прикольно, но, увы. Говорю, они отказали нам, что типа так нельзя. Я бы и с радостью снял деньги, но ПТТ не работает в субботу и воскресенье. Ну, вот мы и на набережной. Виды, конечно, здесь вообще магические. Стоят корабли, корабли. Здесь прямо на набережной женщины делают гизлюмехи, играет музыка. Дома с видом на море. Эгейское, между прочим. А там виднеется, кстати, крепость, до которой тоже можно добраться. А еще в этой квартире сейчас вспомнил минус такой, то что полы там плиточные и они ледяные. То есть ходить без плитинок вообще не вариант. Ну и дай бог кто-то упадет, это, конечно, тоже будет печально. Как вы поняли, мы поехали дальше. А впереди нас ждет серпантин. В принципе, как всегда. Мы выезжаем за Мармарис и, видимо, здесь крутые закаты, раз все приезжают туда. Смотрите, какие красивые плантации. Не знаю чего, но выглядит очень прикольно. Посмотрите, как мы едем. Вот уже все, уже море. Прикиньте. Здесь вроде нормально как бы. Так, пойдет. Такая бухточка. Собакен. Лай. Так, собаке, ты давай не лай. Тише, не успокойся. Так, и... Кемпинг, смотрите, какой прикольненький. Даже кто-то стоит. Слушайте, блин, здесь такой прикольный кемпинг, если честно. Мы, короче, заезжаем, нас тут вот девушки встречают. Так, все, поехали размещаться. Здесь, смотрите, такой бар. Это типа домик. Вот тут зона бара. Сразу пляж, закаты, рассветы. Парочку домов. Вот так вот мы разместили, значит. Вот тут вот у нас есть электричество, прекрасный закат. Поставили стол, сейчас будем готовить ужин и ложиться спать. На самом деле, отчасти даже довольны, что мы в ней заехали в ту квартиру, ну, потому что в ней действительно холодно, потому что насенку, говорит, некомфортно в ней, плюс нет парковок, что для меня тоже такой огромный критерий. Ну, собственно, все. В кемпинге есть абсолютно все. Все, завтра займемся стиркой и так далее, и тому подобное. У нас уже готова еда, наш ужин. А наши соседи, вот, турки в прицепе живут, Настеньку позвали, дали ей чай. Настя, естественно, не откажется, он сваренный в самоваре. Да, еще ароматный очень. Вкусненький. И у нас тут прекрасный ужин с шикарнейшим, с шикарнейшим закатом. Посмотрите, какая красота. Я, кстати, еще, сколько здесь уже стою, ни разу еще не подходил даже к берегу. Даже, типа, не понимаю здесь какое дно. Здесь все ломят рыбку, видимо, ее здесь много. Ух, смотрите, какая красота. А вот здесь еще есть зона со столиками. Но это ладно, я завтра проснусь и сделаю вам обзор. Так что не переключаемся. Вечерочек в каком-то красивом все подсвечивается. Там фонарики на площадке. Здесь в баре все подсвечивается. Атмосферно. Утром нужно закинуть стирку. У нас прям много накопилось белья. Скорее всего, растянем на три стирки. Где 40 лир стоит стирка. Машинка, которая гостевая, почему-то сегодня не запустилась. Поэтому он предложил постираться в личной своей. Первый пакет пошел. Ну и как я обещал, обзор кемпинга вам сделаю. Опять сегодня ветер дует. Откуда-то оттуда. Вот впадает здесь широченная река. И море здесь не соленое. Даже утром Носенка спрашивает слава. Типа, здесь что такое вообще? Я говорю, море. Она говорит, ты пробовал его на вкус? Я говорю, нет. Она говорит, так оно не соленое. Я говорю, да тут река. В общем, у каждого есть зонирование. Здесь даже кораблики стоят. Ведем прогулки. Есть бетонные такие площадки. Вот огромнейший автодом стоит. Турецкие наши соседи. У каждого столба есть розетки. Как он правильно называется? Стублер какой-то. И включение фонаря. Че, Тём? Давай, бери. Также есть места под палатки. Здесь же стоят дома хозяев. Здесь есть кухня. Вот, собственно, стиральная машина, которая не запустилась почему-то. Вот кухня. Раковина. С чистенькой, очень аккуратно. И есть мангал, чтобы готовить. Также есть холодильники. Дальше стоят какие-то юрты. Я, правда, не совсем понимаю, для чего они. Но тут живут. Бар со столиками. Вот открытый бар. И еще есть закрытый бар, где стоит огромный телевизор. Есть выпивка и так далее, и тому подобное. И, собственно, ворота. Ну и здесь есть душевые кабинки, две штуки. И туалет. Очень все чисто, вообще максимально. И хочу даже смело заявить про то, что ни в одном кемпинге на нашем берегу я не встречал таких кемпингов, а тем более таких туалетов, как в Турции. Все всегда чисто. Все всегда выбрано. Мыло всегда есть. Бумага вытирать руки всегда есть. В общем, зацените. Ну, а это непосредственно душевая кабинка. Как говорится, ничего лишнего, просто крантик и свет. Ну и вешалочка. Вообще прекрасный берег. Такая маленькая-маленькая, очень уютная бухточка. Пляжей, как такового, нету, конечно, здесь. Но вон там вот есть. Видите, там тоже, кстати, очень много автодомов. Но я когда изучал информацию здесь по кемпингу, вот по всем показателям и рейтингам, вот этот кемпинг, он прям самый лучший подход. У него 5 из 5. Вот там, конечно, тоже есть всякие варианты. Но выбрали все-таки этот. Сейчас идем в магазин. Надо купить на обед картошку, морковку. Что-то вчера затупили. Не купили. Лук у нас. Я вчера не добавлял, по-моему, да? Так и не добавил. Я пошел его искать, я не нашел. Все, двигаемся. Очень здорово, что вот прям совсем рядом есть продуктовый магазин. Точнее, он такой универсальный. Почти есть все. Вон он, пляж виднеется, да? Буквально, ну сколько мы там, 5 минут, грубо говоря. Шли 100 метров. Очень удобно. Такая спокойная, спокойная, тихая деревушка в окружении невысоких гор Эгейского моря. Кстати, пока Эгейское море нам лично не заходит, потому что оно какое-то мутноватое, грязноватое. Если средиземное, оно даже в каких-то маринах и в порту прозрачное, то здесь в портовых частях очень много мусора. Не знаю, с чем это связано. Но посмотрим, как будет дальше. Но пока у нас готовится обед, Темка занимается. Вот сейчас дом уезжает, собирают на него. Сначала убрал его полностью с домкратов электрических. А сейчас мне очень интересно, как он будет задвигать эти кабины. Я-то думал, эти боксы задвигаются как-то вовнутрь, а получается нет. Они вот так вот складываются просто и все. Вот, собственно, видите, он там половинку складывает, потом вот это, как коробка. Детвора вон на рыбалку пошла, Темка закидывает. Первая сушка, он все готово. Вторая готова, килограмм 15 мы сегодня перестирали. Вот такая вот у нас, видите, сегодня прям бытовуха-бытовуха. Что-то сушится, а что-то размораживается. Вон детвора рыбачат. Сейчас покажите, на самом деле много рыбаков. Все рыбачат сюда, видите, широко так река. Падает и огромное количество рыболовных, кстати, котиров. Что, Тем, получается? Да, у нас маленькая. Ай, ну давайте, давайте. Ага. Детвора вон на рыбалку пошла, Темка закидывает. Первая сушка, он все готово. Вторая готова, килограмм 15 мы сегодня перестирали. Сини! 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 Нечасили! Ох, кыстыроля! О, крыстырша! О, крыстырша! Сини! О, крыстырша! Коми, ага? Ооо! Ничего себе, смотри, Мирошка, аккуратно. А вот рыбка. Конечно, ты знал. Смотри, краб голубой, голубой цвета, представляете? Смотри, по нему мордашка, такого в жизни не видела. Ага, смотри, какие мощные щупальцы у него. Какой сегодня стильненький Мирошенька. Достали ему свитерочек такой красивый, потому что он все испачкал, все перестиралось, одежды больше нету. А он все ходит и заходит в море, мочится, мочится. Ну хорошо, хоть быстро сохнет за счет ветра и солнца, поэтому вот штаны хотя бы есть. Да, Мирошка? Да. Давай, шагай. Он как полюбил собачку, собачка такая есть, он ее очень интересно кормит. Он мне пытается дать хлебец, а она нюхает, облизывает и потом он себе в ротик забирает, да? Да. Ну дай собачке, ну чуть-чуть отломи, отломи. Дай помогу, вот так вот, смотри. На, собачки дай, дай собачки. Молодец, давай. Ну ты отпусти и себе в рот. Что ты делаешь? Коротко о ситуации с ветром. Ну это на самом деле ничего. А вот то, что у нас сушилку перевернуло с чистым бельем, вот это уже не совсем приятно с ней. С нами здесь ребята стоят из Турции с детьми. У Тёмки сломалась удочка, он на пальцах не смог объяснить, в итоге перевели через переводчик, и вот парнишка помогает ему поменять крючок, потому что я, например, вообще это делать не умею, не рыбак я. Вот так вот, у детей вообще нет никаких барьеров, они и на жестах вообще на самом деле понимают друг другу, и это очень классно. Настенка готовит ужин, делает котлеты типа, знаете, без мясорубки, и без чего ещё? Без мясорубки рубленые, из куриного бедра мы делаем. Наташка нас научила, потому что они получаются очень сочные, очень нежные. И при этом дети попросили просто пюре и котлеты. А, вот ещё пюре без толканки мы делаем. Да, и сейчас ещё покажем, как мы приноровились делать пюрешку без толкушки, у нас её нету. А я на закате собираю бельишко. Ну, есть кого брать, пример. Как брательники. Вот давай, давай, закидывай, молодец сыночек. Ой, Мироша, Мироша. А пацаны, видите, общаются через переводчик, вот так вот. Как сделать пюреху, если у вас нет толкушки, как у нас? Берёте просто бутылку, в данном случае из-под соевого соуса, и вот так вот делаете. Всё, получается пюре. Ну вот, собственно, как и говорил, видите, получилось отличное пюре. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»